Ну, я как обычный человек, бываю радостным, бываю расстроенным, где-то грущу, где-то у меня что-то болит, не здоровится, а где-то настроение хорошее. В общем, это всё мне присуще. При этом депрессии, я вообще в неё как бы не верю. Тумсо, а как быть православным русским в шариатской чареи? Как они будут жить и сохраняться ли церковь в Грозном? Иван Романюк, русским в шариатской чареи быть так же, как чеченцам в православной России? В чём проблема? Главное не нарушать законы и ты обезопасен. Что касается церкви, та церковь, храм Архангела Михаила, по-моему, называется, он в Грозном, он во времена Ичкерии стоял и осуществлялась его, обеспечивалась его безопасность нашим государством. Те храмы, которые построены сейчас при российской оккупации, я не знаю, какова их судьба. Это вопрос, который должна будет решать наша власть, наш народ. Так как эти храмы, они построены без какого-либо одобрения, они построены во время оккупации российской властью. И в отношении них, конечно же, могут быть приняты какие-то отдельные решения, и это будет справедливо. Но что касается тех храмов, которые были на нашей территории во времена Ичкерии, которые защищались, они, конечно, будут существовать, и также будет обеспечена их безопасность и безопасность той общины, будь она христианская или иная, которая живёт на территории нашего государства. Это обязанность любого государства обеспечивать безопасность и своих граждан, и туристов, которые попадают на нашу территорию, или, допустим, иностранных граждан, которые, имея временный или постоянный вид на жительство, живут на нашей территории. Я думаю, церковь Архангела Михаила тоже могут переименовать, а то всё переименовано, а единственная церковь ещё нет. Ты имеешь в виду в храм имени Ахмата Кадырова? Да, конечно, была бы сильная подрядка для них. Но они, в принципе, наградили Джамбулата Умарова, да, когда, помните, кричали «Аксиос». Какую-то награду ему дала Православная Церковь России за что-то там, не помню, какой-то орден ему повесили. И, в принципе, таким же решением где-нибудь в московской патриархии могли бы переименовать этот храм, эту церковь по имени Ахмата Кадырова. Было бы круто. Саламу алейкум. Если я не воин, не богослов, не историк, не участник и не свидетель джихада, имею ли я право публично давать оценку шахидам, толковать Коран, историю? Это вопрос. Дал Иман Лойл. В зависимости от того, какой твой уровень знаний, твой багаж, ничто из того, что ты перечислил, не определяется таким образом, типа «я не был участником». Ну, ты не был участником Второй мировой войны, допустим. Можешь ли ты анализировать, делать какие-то выводы? Конечно, можешь и должен ты это делать. По поводу ученого, например, я так понял, имеется в виду ученый ислам. Если ты не ученый ислама, можешь ли ты говорить о религии? Можешь в той степени, в которой ты разбираешься, но не можешь говорить о том, о чем ты не знаешь. Лучше сказать, что ты не знаешь и оставить эту тему. Ну, не так это определяется, понимаете? Вот тебя спросят, допустим, сколько раз в день нужно совершать намаз. Это чисто религиозный вопрос. И никакой больше, ни политический, ни социальный, именно религиозный. Но как ты на него не ответишь? Ты же не можешь сказать «я не ученый, брат, извини, я не знаю». Ты не можешь так ответить. Ты ведь знаешь, сколько обязательных молитв на тебя возложено Всевышним в день. Поэтому ты ответишь и скажешь, что это пять обязательных молитв. Такие вопросы, как, допустим, посетиться в Рамадан обязательно, ты говоришь, да, конечно, обязательно. Если ты знаешь, ты как бы отвечаешь, ты рассуждаешь, ты разбираешься, ты пытаешься как-то анализировать и делать выводы. Не знаешь, ты не делаешь этого. Что касается конкретно оценок каким-то личностям, это опять-таки вопрос, видишь, например, кто-то, кто не любит кого-то, кого ты называешь шахидом, скажем. Он даст ему плохую оценку, вне зависимости от того, что ты считаешь его шахидом, и ты доволен этим человеком. Но он недоволен, он, например, от него какую-то несправедливость видел, и эта обида не дает ему, допустим, как-то либо беспристрастно его оценить, либо просто промолчать о нем, да, у него плохое мнение. Он может это высказать. Можем ли мы его за это как-то порицать, сказать, что он не имеет на это права? Ну, конечно, нет. Он может это сделать, он получил какую-то несправедливость у человека, он об этом говорит. Нельзя затыкать людям рты. Поймите, что в этом и корень нашей проблемы. Когда мы говорим о свободе, мы не можем оттуда вычеркнуть вот эту вот свободу выражения, свободу слова, мысли. Мы не можем оттуда это убрать. Мы можем ее ограничить в каких-то вопросах, которых мусульмане обязаны это ограничивать. Но в тех вопросах, которых ислам их не ограничивает, они не могут взять и ограничить, сказать, вот такую-то личность, чтобы по поводу нее вообще никто ничего не говорил. Все, она там защищена. Но нет, конечно, ты не можешь так людей ограничить. В том, что бывало ли у тебя так, что ты находился в депрессии или же был расстроен, то, что ты не сможешь больше вернуться в свой родной край. Ну, я как обычный человек бываю радостным, бываю расстроенным. Где-то грущу, где-то у меня что-то болит, не здоровится, а где-то настроение хорошее. В общем, это все мне присуще. При этом депрессии, я вообще в нее как бы не верю. Считаю, что депрессии у меня никогда не было. Но плохое настроение, я это называю так, плохое настроение. Бывает, проснулся у тебя, что-то не выспался. Настроение плохое. Кто-то тебя там разозлил и испортилось ауру у тебя, тоже настроение плохое. Такие вещи бывают. По теме родины, что ты скучаешь по своему городу, по своим друзьям, родственникам. Ну, поначалу это чаще, наверное, бывало. Но сейчас все-таки я как-то уже, наверное, свыкся. Реже бывает так, что я по этому поводу как-то грущу. Но в целом это, конечно, грустно, друзья. Нельзя сказать, что вы находитесь в таком положении, когда вы не можете свободно передвигаться. Не то, что домой к себе поехать на родину, а вообще просто поехать куда-то, путешествовать, посетить родственников в других странах. Ты ничего из этого не можешь. И ты такой с этого кайфуешь. Такого не бывает. Конечно, это тебя печалит, тебя расстраивает. Где-то ты можешь грустнуть. Но это обычные, как бы жизненные такие вещи. Не нужно из этого делать трагедию. Тем более придумывать теперь болезнь. Из этого называть это депрессией или как-то еще. При этом я прошу не навязывать мне каких-то мнений, что там депрессия, она есть, тумсо это болезнь и так далее. Ну, может быть, я просто с этим не сталкивался. Поэтому, ну, не верю. Может быть, когда-нибудь столкнусь и скажу, что да, так и ошибался. Субтитры создавал DimaTorzok